Теория человека. Знание жизни. Меня зовут Сергей Митцевич, я автор электронных книг «Как найти себя», «Обретение разума» и портала «Развитие человека. Знание жизни». Чем эта передача может быть полезна для вас лично? Когда-то давно, в юности, я поставил перед собой цель найти знание, которое поможет жить эффективно, быть счастливым. Это было во время распада Советского Союза в далеком 1991 году. Распалась финансовая система и огромное количество людей потеряли все свои сбережения, в том числе и мои родители. Я переживал в это время огромную любовь, и она была безответной, приносила только страдания. В институте, когда я снимал свои курсовые фильмы, я понял, что я сам не знаю, как жить, и мне нечего сказать людям. И вот, в один из серых дождливых дней, я шел по Невскому со слезами на глазах. Мое отчаяние кричало мне, почему же ты так одинок? Почему же так больно жить? Передо мной будто опустилась стена, которая не позволяла идти вперед, не позволяла мне жить. И тогда я пообещал себе, я найду знание жизни. Не может быть, чтоб его не было. Неужели тысячи поколений моих предков жили так же, не понимая и не зная себя, мучаясь и страдая? Это невозможно. Знание жизни есть, и я найду его. Это знание, как жить эффективно, как быть счастливым. И вот прошло более 30 лет. Я написал две книги. Как найти себя и обретение разума. А сейчас работаю над третьей. На определенном этапе работы я понял, что знания выстраиваются в простую, понятную структуру, систему. Но что же это за знания? Где я нашел их? Началом всему стал момент выхода из кризиса. Его кульминация. Чтобы выжить, надо было измениться, найти учителя, найти знание, которое откроет дорогу вперед. И вот в один из дней я шел по городу, и среди домов на узкой улочке я увидел храм. Его шпили возносились к небу, хотя он был зажат между домами. Я подошел к большой железной двери. Она казалась запертой, но я потянул за кольцо и открыл ее. За дверью был свет, и я пошел к нему. Белые стены поднимались прямо к небу. У алтаря была статуя распятого Христа. Я понял, что я оказался там, где надо. Подошел и опустился на колени. Чтобы жить дальше, мне нужен был новый учитель. Мне нужна была новая высшая ценность жизни, которая бы позволила мне реализовать в этом мире себя. И он был передо мной. И я сказал ему, я принимаю новой высшей ценностью своей жизни любовь и буду следовать ей всегда. Так я обрел себя. Я изменился. И это было началом моего пути. Во всех своих делах, в своем отношении к миру и к людям, я начал следовать принципу любви и добра. Я вновь обрел себя, свою свободу и силу. И с этого момента я начал создавать свою жизнь. Что же такое знание жизни? Знание жизни – это теория человека-творца, личности, созидателя себя и мира. Знание жизни – это синтез учения Христа и древнего ведического знания. Как эти знания дополняют друг друга, образуя единое целое? Христос принес нам знания об истине, о том, что не меняется в этом мире никогда, о том, как человеку измениться, чтобы обрести силу и счастье. Христос указал нам путь – путь самосовершенствования, развития и реализации себя. Ведическое знание говорит нам о том, как практически идти по этому пути, как реализовать в этом мире себя, как обрести счастье. Вот мы и пришли к главной теме сегодняшней передачи, которая называется «Основополагающий принцип». Это начало координат, точка отсчета, которая позволяет измениться. Еще Будда сказал, в материальном мире нет ничего постоянного, все изменчиво. Да, но у человека, в отличие от всех живых существ на Земле, есть еще и внутренний мир. И если мы посмотрим внутрь себя, то мы увидим, что же мешает нам жить. Это внутренний конфликт между материальной и духовной природой. С точки зрения внутренней структуры, человек – абсолютно уникальное существо на этой планете. Именно поэтому мы сами не можем постигнуть нашу духовность. Нам необходимо получить для этого знание. Это и есть основополагающий принцип знания жизни. Он звучит очень просто. Человеку, чтобы понять себя, надо получить знание о том, как он устроен внутри. Когда человек принимает это знание, он делает первый шаг к тому, чтобы изменить себя. Я желаю вам успехов на этом пути. Он дарит радость и счастье. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...